Эта остановка давно стала так называемым пятаком для таксистов. Уехать отсюда можно в любой из районов области, а также до границы с соседним Узбекистаном. И все бы ничего, вот только работают перевозчики незаконно. И сколько бы мер не принимали чиновники, результата нет. Сегодня специалисты настроены решительно. Они хотят подойти к решению вопроса с другой стороны. Мы вас просим нам помочь. Мы приезжаем, очищаем улицы от стоящих на обочине машин, а тут вы ставите свои. Клиентов возле тоннеля, хоть отбавляясь, самая большая опасность для пассажиров кроется не только в адекватности нелегально работающего шофера. На въезде в тоннель постоянно создается аварийная ситуация. Решить проблему может только строительство автовокзала в районе рынка Комиш-Булак. Правда, для этого, как выяснилось, необходимо согласие перевозчиков. Проблема в том, что неорганизованность. Нету организованности, нету дисциплины здесь. И как это сделать, теперь это наша задача. Мы первый рейд делали, мы посмотрели, выяснили сейчас. Это были таксисты сейчас по такси мы посмотрели. Теперь второй вопрос сейчас по микроавтобусам. Микроавтобусам мы специально выезжали в рейд. У многих нету там специальных лицензий, никаких проверок не проходят. Это же все на безопасность влияет. Мы сейчас это выясним. И сейчас с Акиматом вместе мы, с Акиматовским сотрудниками, мы дадим предложение Акиму, что какие надо пути решений. Это не говорит о том, что надо запретить всем. Надо просто поставить это в русло, которое должно работать. В Шымкенте сегодня работает семь официальных автовокзалов. Однако желающих отправиться в дальнюю дорогу с незнакомым водителем-частником не пугают даже громкие истории. Нередко с трагичным концом.